Знаете, еще чем хочу поделиться? Вот у меня часто возникает такая ситуация, что какие-то мои знакомые, родственники, они произносят, на самом деле, хоть это разные люди, одинаковую фразу. Они говорят мне так. Когда мой ребенок вырастет, я хочу, чтобы он пошел к тебе на танцы. Вы чувствуете подвох в этой фразе? Знаете, о чем говорит эта фраза? На самом деле, в этой фразе кроется неудовлетворенность с собой и неисполнение своего желания танцевать. Поэтому такой родитель хочет свои невыполненные, неудовлетворенные желания перепроецировать на своего ребенка. Собственно, кстати, тема продолжения рода – это отдельная тема не для этого Ютуба. Но мой такой совет всем вот этим людям, которые так говорят. Кстати, это можно тоже, ну, как бы перенаправить не только на танцы, но и на любую другую область. Знаете что, дорогие родители? На самом деле на танцы нужно вам пойти. Сперва вам. Вспомните, что говорил психолог Литвак. Как воспитать хороших детей? Нужно сперва воспитать себя, самому стать воспитанным. Вот та же самая формула, я считаю, может быть применима, ну, к вашему развитию, допустим, в танце, да? Вы хотите, чтобы ваш ребенок, например, занимался танцами. Так откуда ему эту любовь к танцу получить, как не от вас? Вы сами займитесь танцами, сами впустите эту энергию в себя, полюбите себя через танец, ну, полюбите эту жизнь через танец. И, кстати говоря, танец еще учит любить людей. Особенно, когда мы для этих людей выступаем, да, что-то пытаемся транслировать. Это на самом деле истинное проявление любви. И поэтому, дорогие родители, прекратите рано стареть, ну, как вы утверждаете, что вы уже не молоды, да? Это на самом деле у вас в голове сидит. Сколько бы вам там лет ни было, если у вас нету противопоказаний к танцам, ну, я имею в виду физических, да, и у вас там две ноги, две руки, уши есть, музыку вы слышите, да, там голова на месте, шея на месте. Займитесь вы танцами. Я не думаю, что ваши дети будут так счастливы от того, что вы игнорируете собственные желания и впадаете в роль жертвы, что якобы, типа, вы такие вот прекрасные родители, жертвуете всеми своими интересами ради детей. Ни один ребенок адекватный это не оценит. Поэтому, если вы вдруг где-то произнесли такую фразу, как, ну, фразу повторю, когда мой ребенок вырастет, он пойдет к тебе на танцы, я так хочу. Или когда мой ребенок вырастет, я хочу, чтобы он пошел на танцы. Кстати, это может быть все, что угодно. Когда мой ребенок вырастет, я хочу, чтобы он пошел на футбол. Это значит, что это хотите вы. Поэтому только вам нужно в первую очередь этим заняться. И как только вы будете счастливы в этом, если, дай бог, ваш ребенок заразится вашим счастьем именно от этого, он сам захочет туда. Хорошего дня!